Всем привет! Очень мне полюбился бренд Profumo de Pantelleria. Два аромата мы с вами с удовольствием распиваем. Они у нас есть на постоянной основе на сегодняшний день в распиве. Они фантастические. Я взяла нам с вами третьего красавчика летнего. Это у нас Damusso. Фантастический аромат. Наивкуснейший аромат. Такое впечатление, что жизнерадостность самой Италии все прекрасные моменты счастья, летнего такого счастья нашей жизни поместили вот в этот флакончик и подарили нам. Я в полном восторге от аромата. Композиция. Про что она у нас? Аромат нас встречает очень игривым цитрусовым аккордом. Такие искорки, которые переливаются всем многообразием цитрусовых оттенков. То есть сначала у нас ощущается такая горчинка, очень изящная горчинка мякоти грейпфрукта. Вот его разрезали, его начинают чистить, и он буквально брызжет свежим соком. Потом к этому звучанию у нас присоединяется роскошнейший дуэт лимона и лайма. Они тоже очень свежие, их порезали дольками, и вот эти вот цитрусовые дольки засыпали сахаром. И они постепенно приобретают леденцовый привкус. Но сразу говорю, это не сладко, несмотря на ощущение, что их засыпали цитрусы с сахаром. Аромат вообще не сладкий. Неподалеку у нас куст черной смородины. Смородины здесь много, она потрясающая. Это и лопающиеся спелые ягоды черной смородины, и, конечно же, куст пышный по ощущениям. То есть это и веточки, это и листики. И такое впечатление, что вот эту листву мы взяли, сорвали, растерли в руках. И вот он очень душистый, этот кустик. И все это у нас нагрето лучиками летнего, ласкающего, теплого солнца. Ну, потрясающе, да? Мы насладились с вами, то есть мы находимся с вами в саду. Мы насладились с вами вот этим природным, естественным звучанием освежающим. И мы начали собирать ягоды. Ягоды собрали и приготовили черно-смородиновый джем. Накрыли в этом же саду летним стол, на который подали вот этот черно-смородиновый джем. И поставили дымящуюся чашку ароматного свежезаваренного чая с мятой. Потому что зеленые оттенки здесь тоже присутствуют. Но здесь есть такая иллюзия некая, что в какой-то момент к чаю присоединяются такие пузырьки лимонада. То есть в какой-то момент мы начинаем слышать вот эти игривые пузырьки Кока-Кола. И этот еще очередной виток, он очень красивый. Вся вот эта красота у нас обрамлена очень тонкой, очень мягкой древесиной. Вот этот древесный мотив, он вносит такое спокойствие, расслабленность. То есть вот эту атмосферу он еще больше подчеркивает. И капелька мускуса. Мускус для меня не очень явно выраженный, молочный. Он просто такую чувственность некую добавляет. Восхитительный аромат. Невероятно соблазнительный аромат. Очень яркий, жизнерадостный, бодрящий, освежающий. Вы знаете, он садится достаточно ярко. С самого начала распускается на коже, подобно вот этому пышному кусту черной смородины. А потом усаживается в течение часа и становится такой очень легкой, полупрозрачной дымкой или аурой. Поэтому вот мы, как по мне, даже самую сильную жару он не задушит. И будет таким неким спасением, живительной влагой в духоту и в жаркие дни. На лето идеален. Я взяла, правда, один пока флакончик, но мне кажется, не обойдемся мы, потому что у меня уже половину забрали. На сайт аромат у нас добавлен. Вечером сегодня будет подробный пост про него, но я достаточно подробно о нем уже сейчас рассказала. Угощайтесь. Красавчик. Всем отличного настроения. Пока-пока. Красавчик. 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 Продолжение следует...